Здравствуйте, глубоко уважаемые любители лётных видов спорта! Мы сейчас рубимся у страшного склона. Вы смотрите, как я вот реально сейчас выбираюсь из-под ножья. И решил в этот момент, у меня весёлое настроение, потому что я всё-таки выбираюсь, я нашёл поток, записать вам злой ролик. Так у нас обычно бывает. Все ролики позитивные и добрые. А сейчас будет позитивный, но злой. Ну, знаете, шутливо злой. И почему так получается? Ну, потому что я злюсь только на дураков. Сегодня я узнал про одного человека, которого я раньше, наверное, даже уважал, честно скажу. А сейчас он для меня стал дураком. Почему так получилось? Ну, давайте краткое содержание истории. Как вы знаете, я в своё время делал лётные школы, и для этих лётных школ делал лебёдки. Ну, и, наверное, осталось, ну, в той же, например, Российской Федерации порядка 18 школ, которые я когда-то создавал. Сейчас у меня с ними отношения в стиле я могу там подсказать совет какой-то с лебёдкой, помочь в ремонте техники, там, объяснить, там, сказать, какой марки масло залито. Посоветовать, если что-то сломалось, я, естественно, могу и делаю это. Мы в ответе за тех, кого приручили. И сегодня я подумал, что это будет до определённой степени, потому что один мой знакомый, про которого я говорю, что, наверное, человек стал... Что-то его изменило, что-то его сознание изменило до очень странного поведения. Этот человек обратился в одну из моих школ, бывших, и сказал, А можете покатать тандем? Что такое тандем, когда инструктор катает пассажиры на двухместном параплане? Естественно, мой коллега сказал, да можем, а что, в чём проблема-то? Тандем есть, лебёдка есть, полёты есть, давай покатаем. Ну, только, говорит, нужно так покатать, вот он должен... Он приедет с друзьями, с ними будет оружие. И нужно снять такой роличек, который покажет, что с парапланом можно куда-то прилететь, приземлиться, взять с собой какое-то снаряжение, бундирование. И там, ну, не знаю, десант перелётный, там выкинули параплан с 11 километров. Он действительно далеко улетит. Качество современных парапланов там десятка. 10 километров высоты, это считай 100 километров дистанции. Ну, мы это, в общем, понимаете, да, теория больше. Но сам подход, что человеку нужно снять ролик, где бы люди с оружием летали бы на параплане. И всё бы ничего. Но, и даже мой коллега согласился. Он сначала, честно говоря, опешил, не понял, зачем это, но как-то на автомате согласился. И тогда человек, который перестал быть для меня другом, он сказал, «О, классно! А потом этот ролик пошли ему Волкову!» Он же пацифист, он ненавидит войну, он против войны. А так прикольно будет. Мы покажем, как в его школе снимают ролик, как ребята летают с оружием. И мой коллега повесил трубку, потом подумал и перезвонил, сказал, что ролик такой-нибудь снимать не будет. За что я его искренне уважаю. То есть вот, я думаю, он смотрит мой канал, он знает. Я после этого сидел час, немножечко охреневал и, как вот так сказать, думал, как же я всё-таки не ошибся в одном человеке и как я ошибся в другом. Вообще сама тема привнесения вообще вот этой войны, чего-то такого боевого в полёты, мне кажется, дикой, абсурдной. Особенно если это такой, не знаю, чистый вид спорта, как тот же парапланиризм, тот же планиризм. Ну куда, какой чёрта матери здесь ещё и вот это оружие нужно? Это небо, оно чистое, в нём не должно быть этой грязи, говна этой войны. Понятно, что летают боевые лётчики, понятно, что они готовятся, понятно, что их готовить нужно эффективно. Но давайте, не знаю, как-то оставим это в стороне. Лично я не хочу помогать ничему, что вообще будет связано с войной вот в виде планиризма и парапланиризма. И я сейчас могу официально заявить, что, ребята, кто летает на моих лебёдках, если я узнаю, что вы проводите какие-то митинги, например, за войну, если я узнаю, что вы каким-то образом агитируете за войну, если вот хоть каким-то образом вы используете снаряжение, которое я когда-то создавал с душой, для этого я не помогу ничем. Я не буду вам грядить. Ну, вы же знаете, да, что снаряжение когда-нибудь отказывает. Схема моих лебёдок, она здесь в голове. И она покинет этот мир со мной вместе. Ну, там ничего такого сложного, там всё-таки моё изобретение. И я почти уверен, что не с каждым моим агрегатом кто-то разберётся. Они очень хорошо сделаны, они до сих пор работают. Вот из 38 лебёдок, которые я построил, по-моему, все 38 пашут. Я не видел ни одной ничтожной. Поэтому передавайте друг дружке вот эту информацию. И я подумал, что я имею право на такое действие. Да, когда-то вам продавал эти лебёдки, да, вы ими пользуетесь. Но прошло много времени, мир поменялся сильно. И я не хочу, чтобы хоть каким-то малейшим образом то, что когда-то я делал, использовалось для войны. Ой, мне реально стыдно за пилотов, наверное, с которыми мы летали вместе, которые сейчас пишут пургу какую-то, там, сеют ненависть. Я что с одной, что с другой стороны. Я не хочу занимать сейчас вот в этом вопросе позицию говорить. А вот надо, значит, одним помогать, а другим не помогать. Я в принципе против того, чтобы парапланиризм и планиризм использовался в каких-то вот таких целях. Мне, кстати, очень тоже вот я переосмыслил ещё одну идею. Ко мне обращался друг, в данном случае уже с другой стороны баррикад. И он говорит, вот, давай попробуем поскупать в Европе старые планера и попробуем сделать из них что-то а-ля беспилотники, что сможет доставить куда-то груз и там его где-то в нужном месте сбросить и так далее. И мне вот сейчас кажется, эта идея достаточно противная, потому что планера, это... Ну да, старые планера дешёвые. Я купил SF27, например, планер за 2400 евро и выиграл на нём Кубок Балтики. И сейчас, например, этот планер полетит и будет сбрасывать взрывчатку. Да ну к чёрту. Ну вот, честно, вот это, наверное, не нужно смешивать и не нужно вот... Конечно, да, сейчас это может выглядеть, как у нас ручки беленькие в перчатках, а вот типа вот это можно, это нельзя там. Ну, мне кажется, не нужно переходить какую-то грань. Не нужно убивать те же планера ради нескольких сотен килограмм взрывчатки. Потому что эти планера помогут потом, после войны, научиться летать многим людям и будут служить верой и правдой. Не нужно пачкать парапланерный спорт вот этим цветом хаки. Не нужно сажать планера детишек в цветы хаки, делать умильные фотографии, рассылать всем таким вот там, как я, который ненавидит войну. Для меня такие люди, которые делают так, они перестают существовать на планете Земля, и не хочу с ними общаться, и не хочу их видеть. То есть, и вот это смыть потом, представляете, да, человек, он же меня знает, и он мне скажет, Игорь, а я там, вот я так шутил. Да это так, это шутка была. Да ты вспомни, какие времена были. Ну, так шутить нельзя. Есть грань, за которую нельзя переходить. Так что я выбрался, друзья. Смотрите, как можно лихо набрать высоту на планере. То есть, мы были где-то внизу, где я начал записывать злой ролик. И вот мы сейчас в небе, где свобода перемещаться, чистое, замечательное небо, которое может быть мирным, и которое обязательно станет мирным. Давайте мы к этому стремиться, давайте свою энергию мы будем направлять на то, чтобы любоваться горами, учиться летать в горах, изучать природу, не знаю, владевать вот этими способностями, познавать мир, исследовать его. В конце концов, радовать друг друга вот этими прекрасными видами, и никогда не опускаться до такой ерунды, как «А давайте мы пошлем Волкову умильный ролик». Он же ненавидит войну, он же так в кавычках обрадуется. Фу, планер. Он низко. Это, кстати, знаешь кто? Пипистрель. Кто? Пипистрель. Оп. Вот такой планер у меня есть. Пипистрелюшка. Представляете, друзья, летает замечательно. Я на нем слетал на Мотерхорн, и все сообщество, которое летает на пипистрелях, с нетерпением ждет, когда же я наконец-то сниму обещанный фильм. Потому что все знают, все говорят, чтобы очень круто было. Мы еще и набираем с видом на Мотерхорна. Вот это невероятное зрелище. Точнее, слова есть, но почему-то какие-то нецензурные лезут. А у нас же детский канал, ну в том смысле, что дети тоже смотрят. Вот он Мотерхорн. Мы долетели на него до Таурусе. Да. Все, до свидания, Мотерхорн. Вот избушка, кстати, на курьих ножках. Дельфинисты всякие. Вот там и ледник красивый. Слева склон, в который врезаться нельзя. Друзья, вот этот планер – это свобода. То есть это никакого геморроя с точки зрения бумаг. То есть все, вот медицина, как на автомобиле. Один летит, кстати. Ну что, летим к облаку прямо по курсу. Я понимаю, что текущая ситуация в мире наполнена ненавистью с избытком и кучей обид огромной. Но, мне кажется, каждый разумный человек должен, может и должен сделать хотя бы одно маленькое действие. Не множить ненависть просто хотя бы своими действиями. Ну подумайте, прежде чем что-то вы делаете, что-то придумываете, какую-то вот такую гадость. Подумайте. И не сделайте. Лучше не делайте ее. И я на этой, не знаю, поучительной ноте какой-то заканчиваю злой ролик. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До более позитивных и добрых роликов. Всего вам доброго. И пусть побыстрее закончится эта ужасная война. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова